Добрый день, дорогие друзья, с вами Юджиния, и я вам хочу немного рассказать о нашей акупунктуре. Для того, чтобы расширить ваше понимание, почему так важно ей заниматься. В квантовой медицине применяется многомерное состояние материи, и также воздействие на магнитные поля нашими более высокими уровнями. И наше тело – такая же Вселенная, такой же микрокосмос. И наша акупунктура – это прямое доказательство нашего биологического подобия со Вселенной. И сейчас на фоне того, что мир очень сильно неустойчив, и мы тоже изменяемся. Но либо нас это пугает, либо мы делаем себе апгрейд, эволюцию своего тела, своих энергетических структур, и шагаем в ногу со временем, а то, может быть, и опережаем. Дело в том, что те деструктивные системы, которые заставляют человека бояться, не реализовываться, страдать, испытывать гнев, ярость, и жить на низких вибрациях, есть уровни, где стоят очень передовые высокотехнологичные системы. И мы с вами, как большие существа, которые имели когда-то магические инструменты, артефакты, силу, это, безусловно, все работало, но это было, оно существует и было одновременно, но этому пора преобразоваться и стать лучше, больше, новее, чем системы паразитических структур. Мощные силовые поля пронизывают всю Вселенную и, естественно, человеческое тело. Поэтому мы связаны с высшей формой своего сознания, то есть именно со своим высшим Я и со Вселенским разумом. Человек – это, как можно сказать, подсистема, как капля об океане знает все. И на эту систему воздействует множество магнитных полей. Поэтому очень часто мы можем с вами вдруг почувствовать плохое настроение или резкое улучшение. В силу того, что мы реагируем на эти поля. Эти магнитные поля как раз определяют характер эмбриологических линий роста и соответствуют магнитным решеткам в теле человека и Вселенной в целом. Естественно, у нас есть биохимические часы, которые тоже подвергаются влиянию магнитных потоков, которые действуют около нас, вокруг нас. И если у нас нет высшего эволюционного программирования, то мы находимся в биохимическом рабстве. Вот сколько отмерено, сколько средняя жизнь есть, мы дальше не можем просмотреть свое будущее. И не можем подключиться к своему Высшему Я для того, чтобы восполнить и вновь обрести способности к управлению своими химическими процессами и энергетическими процессами. Ну что такое трехмерное рабство биохимическое? Рамки и правила, которые принялись здесь за идею, и мы все поверили в это. Но когда-то ведь давным-давно мы верили в сказки. А ведь на самом деле то, что показывают сказки, фильмы фэнтези, посмотрите, как мы на это реагируем. Нам нравится это смотреть, но мы не верим. На самом деле сказочные миры гораздо более реальны, чем мы думаем, чем нас в этом убедили. Где творится, все поволшебствует. А намек на то, что мы можем управлять своей реальностью. И в этом случае наше тело – это решетка, определенная решетка информационная или решетка магнитных полей, которая движется в каких-то пределах. Эти поля, конечно же, связаны с собой, с нами самими, между собой и с нашей решеткой меж галактическими линиями. Они существуют независимо от высшего Я. Но тем не менее нуждаются в этом управлении. Либо нас ведут, либо мы ведем. Вот так, мои дорогие, выглядит суть и значение нашей акупунктуры. В следующем подкасте я вам расскажу дальше, как они подключаются к нашим клеткам. Ты, действительно, я вам его не残люме. Иау, сайт, заплевает. Иау, сайт. Иау, сайт. Иау. Продолжение следует...